здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодня тема теплица и что надо было бы уже посеять и что приготовить посеву именно вот так рано да еще апрель месяце в первой декаде мы с вами кое-что посеяли кое-что посеяли это значит капуста в 1 декаде с 1 по 10 апреля посеяна посеяна первая редиска первые дайконы салаты шпинаты там всякие душистые травы для стола нам уже в мае понадобится эта зелень и мы без нее просто не обойдемся и вот посмотрите что тут понасея на редиска взошла конечно лесом хотя было очень много поломанной прям невероятно много сейчас как только она выпустит листик настоящий я ее обязательно буду прореживать потому что когда очень плотно посеяна редиска к редиске корнеплод не образуется не посыпайте золой редиску от листобложки ну можете сочевой брызгануть можете там не знаю табачной пылью пересыпать но зола не дает образовываться корнеплоду поэтому вы сами себе сделаете не очень приятно здесь кроме того что посеяны капусты редиски дайконы здесь еще целый ряд вот например цветочных культур это мальвы очень красивые махровые и они кажутся все всходят это гвоздика шабо это лабелия и это конечно лук эксибишен и лук алиса грейк это тот крупноплодный красавец сеять надо достаточно рано чтобы получить хотя бы вот такую луковицу сладкую я хочу сказать что все время переживаешь за качество посевного материала потому что это всегда как удар по просто физиономии когда не взошло время то упущено и я обращаюсь вот к этим оригинатором изготовителям или как их там не знаю производителем семян чтобы они обратили внимание на качество посевного материала пожалуйста не подводите нас мы же покупаем это за деньги причем уж не такие маленькие кормится целая армия трудолюбивых людей нам от вас нужно только качество и попадание в сорт больше ничего не требуется значит первую подкормку которую я бы дала растениям которые уже появились это конечно же тот же самый нашатырный спирт 1 столовая ложка на 10 литров воды этого достаточно и капуста которая уже и всходит ее все видно уже и здесь очень дорогие хорошие сорта вот с этой стороны дальше самое первое конечно вылезла слава слава ей на всю жизнь оставшуюся и редиски и все остальное должны получить немножечко легкого азота вот моя любимая бутылочка сюда я налью половину столовой ложки вот чуть больше все а теперь нужно все это пролить поливаем поверху еще знаете преследую такую цель поливая раствором нашатырного спирта все-таки муравьи которые были ой запах какой которые были вот там сбоку теплицы на ягоди они сюда все переползли когда здесь рыхлила землю для посева их было невероятное количество я надеюсь что яйца их которые находятся ну на глубине там буквально узнаете 7 10 сантиметров они тоже все погибнут то что здесь ну это же теплица для потом других растений они нам мешают теплицы их быть не должно но минимальное количество если только не обработанную землю то есть не посеянную еще землю в теплице можете пролить максимом из расчета 1 ампула на 10 литров можете пролить раствором нашатырного спирта но после всего этого через три-четыре дня пожалуйста разведите так мутный раствор фитоспорина и пролейте нам надо восстановить все плодородие то есть мы конечно убьем всяких там гаденышей и максимум убьем и заболевание кучу но убьем все хорошее поэтому фитоспорином не надо коричневым пожалуйста светлым светлым раствором слегка так прям вот чтобы вы понимали что там есть этот фитоспорин еще хочу вам знаете что показать вот лейки знаете не хочешь так скажешь производителю спасибо первый раз увидела такую лейку у которой снимается крышка с его сито с этого душика представьте во всех лейках ну не почистить забивается очень быстро поставил лейку до трава налипла в бочку сунул все и сразу вот тут все не течет у этой лейки просто замечательно все придумано почистил одел и поливай себе на здоровье дальше ничто не должно мешать садоводу и дачнику огороднику все должно быть очень удобно семена всхожие воды много свет обязательно ну и конечно же вот такие вот приспособления которые помогают нам жить ну я надеюсь что вы услышали все что я сказала я надеюсь что вы запомнили что первая поливка обязательно вот с подкормочкой такой и на улице и в теплицах все что посеяно под зиму обязательно или рано весной обязательно подкормить а зо там на этом пока все до свидания а